За то, что мы сегодня собрались во имя Его и можем славить Его. Обычно, знаете, когда приходишь к кому-то на день рождения, то кому больше всего внимания уделяешь? Имениннику, правда же? А мы собрались здесь и отмечаем, и вспоминаем те события Рождества Христова. Поэтому тоже хотелось бы вас поздравить. Христос народився! Христос народився! Христос народився! Слава Богу! Действительно, это великая милость для нас, что Господь принес нам эту радость, то, что Он родился в этот мир для того, чтобы спасти каждого из нас. И мы вспоминаем эти события, я тоже немножко так размышлял, и хотел бы прочитать Евангелие от Матфея, Евангелие от Матфея, вторая глава. Брат Володя читал о том, что не было им места гостиницы. Я так размышлял, думаю, Господи, помоги, чтобы у нас не было никогда такого состояния. Чтобы всегда, всегда Господь был центром нашей жизни. Чтобы всегда Он был главой. Не то, что Ему находилось место, а чтобы Он был центром нашей жизни. И я читаю это Евангелие от Матфея, вторая глава. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Пока до этого места. Вы знаете, я размышлял и вспомнилось одно место из Малахии. Написано так. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Савов». И я так размышлял, думаю, ну почему, что было такого особенного вот в этих вот, тут написано, волхвы, мудрецы, там мы пели цари. Что в них, вот написано в Писании, что много было вдов в Израиле, но только к одной в старепту Сидонскую пришел Илья, правда? А в Израиле много, и то она была не из Израиля. Почему? Потому что она приняла. Она приняла то, что Господь ей хотел сказать, и послушалась Илью. Много было прокаженных в Израиле. Но исцелился кто? Нейман. И тот Нейман Сирианин, да, исцелился. Почему? Потому что он послушался то, что сказал. Хотя сразу не хотел, но потом послушался и исцелился. А в народе Божьем, среди которых жили эти пророки, среди которых было присутствие Божие, было вот это вот такое состояние, духовное потепление, духовное такое пренебрежение, и они поэтому и не получили того, что Господь им хотел дать. Потому что они немножко были в таком не очень хорошем состоянии. Я думаю, Господи, помоги и нам сегодня, в этот день, чтобы мы не суетились в эти дни, чтобы праздник не стал, не вытеснил из нашей жизни именно сам смысл, почему мы это празднуем. Чтобы не вытеснил Иисуса Христа, потому что за всем этим суетой, там, стол приготовить, там, то, там, подарок, там еще, можно вытеснить из сердца и жизни Иисуса Христа. А чтобы всегда Иисус, даже в эти праздники, особенно в эти праздники, чтобы Иисус Христос был центром, и не только в сердцах, но и на словах, и на устах, и в жизни, чтобы это проявлялось в нашей жизни. И мы видим, что эти цари, эти мудрецы, они получили от Бога откровение. Они увидели эту звезду. Они, наверное, искали, они, наверное, были какие-то, ну, знаете, как написано за Ноя, что он был праведен вроде своем. Может быть, они были такие. Может быть, просто этим Господь хотел показать, что в Израиль пришел, своим пришел, а свои не приняли. А с Востока пришли совсем другие люди, чужие, да, как бы к язычникам уже Бог тогда начал обращаться, что они пришли и поклонились. То есть и тогда уже это было, что Бог к язычникам будет тоже с ними иметь дело, с нами. И я так размещал, думаю, действительно, это очень важно, чтобы получать откровение от Бога, очень важно искать Господа. И Господь таким людям, которые ищут, которые ищут Его, то Господь открывается. Но после этого, когда Господь открывает, пока это откровение исполнится, оно может пройти еще какое-то определенное время. Не сразу бывает. Помните Иосифу? Приснился сон, что поклонятся ему и братья, и родители. А сколько времени не прошло, пока это откровение сбылось? Он получил от Бога слово. Он получил. Но это же слово написано, оно испытало его, в псалмах написано. И он прошел, он остался верен этому слову, он надеялся на Бога, он доверял Богу, он прошел, и это слово исполнилось. Так же эти мудрецы, они получили, их захотели увидеть, они захотели увидеть. И может быть, трудности на их пути были, может быть, там пустыня, какие-то там разбойники, не знаю, еще, но они шли, упорно шли, чтобы увидеть Иисуса, чтобы увидеть, встретиться с Иисусом. Не просто откровение, а чтобы действительно это откровение, оно достигло результата, чтобы они встретились с Иисусом. И дальше написано так, что услышав это Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет, народ мой Израиля. Тогда Ира тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались с радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». И дальше, видите, как интересно, что эта звезда, которую мы получили, это откровение, оно привело, они держались этого слова, они держались от откровения, они шли за этой звездой, эта звезда их привела именно к дому, где был Иисус, где был Иисус. И они, написано, «возрадовались радостью весьма великую». Я думаю, в нашей жизни так тоже оно происходит, что когда мы ищем Господа, когда мы не отступаем от истин Божьих, когда какие бы трудности в нашей жизни не было, мы до конца следуем за Ним, написано слово Божие, «доколе не взойдет день, и начнет расцветать утренняя звезда в сердцах ваших». И потом радость приходит, потом приходит благословение, и потом результат написано, когда они повстречались с Иисусом, когда уже не встретились с Ним, написано, «иным путем они отошли». Уже не тем путем они пошли, ну это буквально, но вот когда мы встречаемся с Иисусом, что-то в нас меняется, что-то в нас преображается, и мы уже не такие, как прежде, иным путем отошли, получив откровение, иным путем отошли. Я думаю, Господи, помоги и нам в этот день, как вот те пастухи, содержали ночную стражу у стада своего, чтобы и нам получать эти откровения от Господа, и чтобы нам возрадоваться действительно радостью весьма великую, потому что эта радость, она сегодня звучит, и в наших сердцах, пускай она тоже не умолкает, что Господь Иисус пришел на эту землю с единственной целью, для того, чтобы умереть, для того, чтобы пострадать за грехи всего человечества и воскреснуть для оправдания нашего. Но еще такой момент я хотел бы подчеркнуть. Обычно, когда праздники такие приходят, да, там, Рождество, Новый Год, то есть такая, ну, как традиция, или, может быть, такая хорошая, что дарить друг другу подарки, подарки друг другу дарим. Ну, там, кто Новый Год дарит, там, особенно детям, или там на Рождество, дарим подарки. Но здесь мы видим, что именно центром был Иисус, и подарки именно были Иисусу, потому что Его было Рождество, и подарки были Иисусу. Конечно, хорошо, когда мы друг другу дарим подарки, когда, там, обделяем друг другу внимание, это хорошо. Но вот я для себя задался таким вопросом, думаю, а какой подарок, или что можно сделать приятного, чтобы, какой подарок можно принести Иисусу? Они принесли, они принесли то, что у них было. Открыли, написано, свои сокровищницы, и принесли золото, ладан и смирну. Я думаю, Господи, а что я? Конечно, мы ничем не можем Богу, знаете, воздать за ту милость, которую Господь нам явил. Но, тем не менее, есть вещи в Писании, которые мы читаем и находим, которые Богу приятны. Ну, вот подарок, когда кому-то, правда же, приятно. И есть в Писании вещи, я начал смотреть, думаю, есть в Писании вещи, которые Богу приятны. Когда мы так или подробно поступаем, то они приятны. И Слово Божие говорит, есть такое место в Писании, мы откроем Левит, вторая глава, девятый стих. «И возьмет священник из сей жертвы часть и в память, и сожжет на жертвеннике эта жертва, благоухание, приятное Господу». Приятное Господу. Когда мы приносим жертвы, когда мы служим Господу, конечно, это приятно, когда мы по Слову Божию поступаем. Дальше мы читаем, я в нескольких местах засчитаю. В 1 Царств, 15 глава, написано такой стих, 22-й. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, а повиновение лучше тука овну». Видите, там жертва благоухания приятна, а есть еще более что-то приятное, послушание. И не задавались никогда вопросом, почему послушание приятнее, чем жертва? Потому что жертва обычно приносится уже за сделанный грех. Ну, обычно. Большинство жертв. А когда ты послушался Бога, когда ты слушаешься Бога в своей жизни, то и жертвы не надо. Потому что ты слушаешься Бога, и не грешишь. То и жертвы не надо. Поэтому это более приятно Господу, когда мы слушаемся Господа, когда мы любим Его, и всем сердцем отдаемся Ему. Дальше еще одно место из Писания, это Ефесянам, Ефесянам, пятая глава. Петра, 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Вот есть, ну, там еще много можно, кто исследует дома, почитайте, найдите симфонию, возьмите, почитайте, что приятно Господу, что Он любит. И мы можем тоже приносить вот эти благоприятные жертвы, мы можем доставлять определенное наше поведение, оно может быть радовать Господа. Потому что, конечно, когда мы не слушаемся Господа, это доставляет печаль. А когда мы исполняем Его Слово, когда мы Его любим, когда мы ценим то, что Он сделал для каждого из нас, и служим Ему, то, конечно, это приятно Господу. Это можно сравнить, как с тем подарком, которые мы дарим друг другу. И написано, они принесли золото, ладан и смирну. Ну, это чисто мое такое понимание, я для себя взял такой ценный урок, думаю, золото, как царю, что Он царь. И золото, это самое драгоценное, что есть в этом мире, ну, именно из таких материалов, золото, да. И они принесли самое драгоценное, и как царю. Почему? Я думаю, задумывался на своей жизни, думаю, является ли Господь, является ли Господь царем моей жизни? Самое драгоценное, что я могу отдать Господу? Сердце. Сын мой, сердце отдай Господу. Вот это то золото, которое Господь хочет, чтобы сердце, чтобы Он там поселился. Написано, когда, если исполняете заповеди, то я приду и обительство творю, да. То, чтобы Он пришел, и чтобы Он там действительно был царем. Не просто частично, не просто чуть-чуть, а чтобы полностью Он был царем и Господом моего сердца. Ладан, как священнику, да, чтобы священником, чтобы Он был действительно для меня и священником, и чтобы мы, по примеру, Его тоже были царями и священниками в домах наших, на работах, в семьях, где мы находимся, чтобы мы были тоже этими священниками, совершали ходатайственное служение за, написано, всех человеков, совершали за царей, за властителей и так дальше, что через это Господь тоже проставляется, через это служение, потому что Он, написанное ходатайом Нового Завета, Завета Он ходатайствует за нас, да, и мы, чтобы, по примеру Его, тоже молились, Ладан, как пример, как молитва, чтобы мы тоже молились друг за друга. И смирно, как прообраз того, что Иисус Христос пострадал, да, это горькие травы, что Он пострадал за каждого из нас, и я думаю, Господи, для меня, что это означает, что это значит, чтобы я принес, что значит для меня смирно? Это свое Я, это мое Я, оно должно быть распятое, оно должно умереть. Это смирение пред Богом, это умоление пред Богом, это послушание и посвящение Господу. И когда мы это все приносим Господу, то, конечно, Господу это приятно, и наше, не только Господу, но и наше сердце радуется, и вокруг, и вокруг людям, которые находятся вокруг нас, им от нас тоже исходит это благоухание приятное, потому что мы поступаем правильно, мы живем правильно, и это проносит благословение окружающим людям, и в семьях, и на работах, и в школах, и где кто бы ни находился, чтобы всегда являться христианином, чтобы всегда быть, являть Господа, как это сделала Мария. Она явила это, ну, через нее пришел Иисус в этот мир, и чтобы мы через нас, как детей Божьих, чтобы мы являлись своим поведением, своим отношением Иисуса Христа к этому миру. Пусть Бог каждого из нас благословит, и чтобы это слово, оно тоже проникло в мое сердце, в каждого из нас, чтобы мы тоже постарались, чтобы мы тоже пересмотрели свое состояние, свое сердце, думаю, в каком состоянии сегодня я, что сегодня я делаю, может, что-то делаю я неприятное пред Господом, или я делаю приятно, радуется ли мое сердце, радуется ли Господне сердце от того, что я делаю, чтобы мы пересмотрели свое состояние, свое сердце, пристали пред Богом, и поправили, если нужно, свои светильники, чтобы всегда нам быть светом и солью для этого мира. Пусть Бог благословит каждого из нас, ему слава за все. Аминь.